Сейчас на улице Почтовой полным ходом идут подготовительные работы, после которых начнется реконструкция Рязанского Арбата. Пока же рабочие снимают старую тротуарную плитку, выкапывают траншеи для установки фонарей и скамеек. Как вы считаете, вы как житель города, что должно здесь быть в плане благоустройства? Ну, я думаю, что здесь должна быть пешеходная улица. То есть чисто для пешеходов. Кафе, магазины всякие развлекательные, учреждения. Ну, вот с благоустройства. Плитка должна тротуарная лежать, фонари, скамеечка, чтобы народ мог прийти посидеть. Ну, конечно, да. Обязательно плитка. Она, во-первых, делает красивее улицу, фонари, скамеечка, чтобы люди могли посидеть. Наконец-то у нас будет своя, ну, как это, в Америке продвигать, да? А у нас будет своя пешеходная замечательная улица. По задумке организаторов проекта, улица Почтовая после ремонта должна стать не просто пешеходной зоной, а именно визитной карточкой областного центра. Здесь будут собираться и отдыхать горожане и туристы. Самый лучший, наверное, и самый уже опробованный во всем мире вариант – это пешеходная зона, которая превращается в такой интерактив. Планируется здесь разместить художников, музыкантов. Здесь будут выступать театралы, здесь будут проводиться разные мастер-классы, ну, например, по гончарному мастерству и так далее, и так далее. Уже с творческими людьми ведутся переговоры, все очень радужно воспринимают это, потому что творческих людей в Рязани очень много, им необходимо дать возможность высказаться. Надо отметить, что концепция реконструкции Почтовой взята еще с проекта советских времен. Новый же проект благоустройства разработан в апреле 2014 года. Выполнение всех работ в этом году, как обещают чиновники городской администрации, будут финансироваться за счет привлеченных внебюджетных средств. Мы приняли решение о том, что все-таки в 2014 году, в весенний-ледний период, в дни города, мы постараемся какого-то привести в порядок за счет внебюджетных источников. И, как вы сами видите, работы на улице уже начались, и первое финансирование уже пошло за счет внебюджетных источников финансирования. То есть привлекаются исключительно частные средства. Также на улице Почтовой должна появиться не только благоустроенная пешеходная зона, но и места, где смогут культурно отдохнуть горожане. Так планируется, что здесь разместятся музей фотографий и музей путешественников, а также центр современного творчества, в котором будут выставочные и концертные залы.